коллеги всем привет хлеба евгений на связи я трейдер и финансовый аналитик канал мы посвящен трейдингу и финансовому анализу это мой еженедельник с анализами прогнозов финансовых рынков недели проходят очень быстро скоро уже у нас новый год и все ждут рождественская рад интересно конечно посмотреть будет ли она ну на мой взгляд такой небольшой спойлерок на мой взгляд есть шансы на рождественской рады в общем то мы увидели что фрс даже не шибко то и навредила рынком да ну вот добавим лишь волатильности я тему фрс высказал достаточно широко в своем ежемесячнике по снг 500 который вышел в четверг для спонсоров и в субботу для широкого доступа поэтому кому интересно мое мнение по поводу фрс и его влияния на рынка и и да такая это комитет и и влияние на рынке вы можете посмотреть выпуск который посвящен фондовому рынку америки давайте ссылочку я ставлю в правом от вас верхнем углу и оставлю ее в описании к этому видео вот здесь я по фрс затрону лишь вскользь потому что там это было широко освещено там есть тайм-коды выпуске в ежемесячнике поэтому переходите смотрите в данном выпуске мы с вами сконцентрируемся на вопросе перспектив делового цикла поскольку очень важен на мой взгляд посмотреть поразмышлять попытаться его спрогнозировать на мой взгляд пока что в для делового цикла все в порядке это чтобы пресс вступает да вот на на поле по сворачиванию ки с дальнейшим кьюти на мой взгляд пока что это не страшно почему потому что очень высокий уровень инфляции собственно наоборот стабилизация уровня цен приведет как раз таки к позитивным эффектом то есть это подстегнет бизнес и дальше расширяться но и мы понимаем что даже рост ставки там до одного процента двух процентов все равно оставит в отрицательной зоне реальные процентные ставки кстати об об одном и двух процентов речи быть часа не может то есть это обсуждается там выше двух процентов только две тысячи двадцать четвертом году поэтому на мой взгляд переживать в даже в в цикле кьюти пока не стоит но посмотрим как будут реагировать рынке в одну и собственно еще раз повторюсь что павел на вопрос почему просто не сократить баланс фрс ответил что потому что не хотим пугать рынок в общем-то на этом фоне рынок и подрос то есть павел дал понять что рынок для фрс также важен как и экономика ну и еще бы да мы понимаем мы все видели я транслировал это в прошлом видео в прошлом еженедельнике и транслировал это в своем канале telegram о том что у нас растет пузырь брук пузырь на рынке кредитования именно направление кредитов под ценные бумаги под залог ценных бумаг очень экспоненциально растет что соответствует темпом росту снб 500 но и в целом фондового рынка америке поэтому резкие движения со стороны фрс конечно же приведут к давлению на фондовый рынок что приведет автоматически к новым требованиям со стороны кредиторов до к заемщикам либо донести средства либо же закрыть часть позиции поэтому резкие движения со стороны фрс конечно же они могут обвалить рынок и это чревато новыми дефолтами и фрс придется снова прибегать киеве масштабы которого конечно будут все больше и больше поэтому я думаю что пресс не будет действовать агрессивно и будет использовать любой момент для того чтобы взять паузу по идее рынком это не сильно угрожает ну по крайней мере пока не перешли на стадию повышения ставок о которых павел высказался очень двояко ну давайте не буду я больше фрс меня уже понесло в сторону монетарной политики которая сейчас максимального важна в оценке рынков поэтому кому интересно переходите выпуск с анализом и с ежемесячным анализами прогноза 8900 там я уделил минут 15 точно времени для вот разжевывание этой темы вот ну давайте мы перейдем к уже нашему анализу к еженедельнику и начнем по традиции с блока по макроэкономике поехали поехали первая картинка эта структура инфляции в сша вышли данные свежие вот во вторник по уровню цен производителей и в общем то мы видим как голубом по европам дальше цены скачут да то есть это понятное дело это издержки издержки производства и конечно же я показал ежемесячники по сипе и я транслировал эту картинку у себя в канале телеграм кто интересуется финансовыми рынками мировой экономикой приглашаю свой канал телеграм ссылочка в описании к этому видео и закрепленном комментарии там оперативная информация по рынкам на ну если вы активно участвуете в финансовой теме то я в принципе уверен что вам это понравится вам канал будет полезен вот и я транслировал что уровень цен производителей на конечный товар который учитывать все издержки продолжает расти относительно то есть его темпы выше чем темпы индекса потребительских цен то есть собственно те цены по которым потребитель покупает то есть это конечно же говорит о том что издержки все сложнее и сложнее перекладывать на потребителя и компании терпят некоторые но не не то чтобы убытки они до зарабатывают прибыль скажем так что кстати на мой взгляд лежит в корне в корне того что третьем квартале сего года были повышены байбайки да то есть был уровень байбайков очень высокий поэтому на мой взгляд я так думаю что вот именно то что производители не могут перекладываться перекладывать издержки на потребителя и говорит о том что не выгодно расширить бизнес него не выгодно расширяться ну и в общем то есть история с пандемией которая действительно действительно выходит может даже из-под контроля и вот уже предупредила о январе усложном январе в из-за распространения микрон и мы видим да что все больше страны вводят закрывают границы воды жесткие внешние локдауны ну в общем то сейчас то время когда это можно сделать а потому что мы понимаем что это в первую очередь делают те страны которые зависят от курортного сезона италия греция сейчас вот австрия еще по моему вела кипр тоже вел там некоторые ограничения но там будет сдача пцр теста и мы вот уже купили билеты на середину января и в общем то будем обязательно сдавать тест теперь ну ладно это не страшно вот ну то есть я к тому что все эти условия они конечно не в пользу расширения бизнеса и в общем то такой вот стагнацию в деловом цикле мы продолжаем наблюдать сейчас мы к ней подойдем структура инфляции производственные цены продолжают расти они вышли уже выше уровня 74 года когда был нефтяной шок до эмбарго по нефти то есть саудит и перекрыли поставки в сша синяя линия это индекс цен и индекс потребительских цен широкий себя и мы видим что он тут тоже продолжает расти вышел на 30-летние если даже не на 40-летний уже уровне базовый показатель то есть без как красная линия базовый показатель без без уровня цен на продукты питания и энергетику тоже продолжает расти ну и продукты питания собственно зеленая линия тоже продолжают расти достаточно агрессивно набирают ход в общем то это удар по бедным странам потому что мы понимаем что богатые страны могут так или иначе нивелировать инфляционные моменты принципе капиталы могут храниться на фондовом рынке либо на товарном рынке там где есть инфляционная защита от инфляции а вот бедные страны в условиях дорожания продуктов крайне плохо себя ощущают но и в общем то мвф выдал даже как какой-то отлук насчет этого что текущая пандемия повысила цены что ударило по бедным странам и сколько-то там миллиардов нам потенциально находится вот на грани бедности вот поэтому эта история конечно отвратительная но надо понимать что с ней центральные банки справиться не могут почему потому что ну как ты улучшишь логистику через регуляцию да не как даже если разработать какой-то план года внедрять как ты сможешь примеру выгнать рабочую силу до если люди не хотят вакцинироваться а ты как государство требуешь обязательно наличием вакцины для трудоустройства то есть эти все моменты они связаны в первую через теме с системе факторами которые невозможно регулировать и не находятся в компетенции не фискальной то есть правительство не монетарная то есть банки сфере да то есть конечно это невозможно сделать поэтому остается только наблюдать и надеяться что пандемия скоро пойдет на спад чего мы не видим поэтому инфляция на мой взгляд еще какое-то время с нами точно пробудет какое-то это минимум полгода я уверен единственное что возможно мы видим сейчас максимум и по инфляции многое будет зависеть конечно от цен на сырье многое будет за зависеть от мобильности рабочей силы в штатах да то есть там есть не некий разрыв на которой я давно указываю кстати его отслеживает фрс поэтому это очень важный разрыв между количеством рабочих мест и занятым населением либо безработными то есть это примерно одинаковые показатели если сравнивать их с показателем открытых вакансий вот поэтому вот этот искусственный дефицит рабочей силы его нужно нивелировать паулу себя проговорил на прескан конференции что возможно понадобится больше времени для того чтобы нивелировать вот этот разрыв который накопился поэтому будем следить ну и самое главное по паулу это то что он сказал что неопределенности очень много и фрс будет действовать перманентно то бишь постоянно мониторить макроэкономические показатели показатели финансового рынка америки мировую но какую-то историю мировую сель ситуацию с пандемией и на основании этих данных они будут точечно принимать решение на конкретном заседании поэтому то решение которое было принято на этом заседании в частности увеличить в два раза увеличить темпы сокращения где они рассматривают на январь и дальше будут они пересмотрены то есть они могут варьироваться как больше таки в меньшую степень сторону извините вот и поэтому мы тоже будем отслеживать ситуацию на в экономике америки с посмотреть за денежным рынком и собственно будем формировать некоторое мнение по поводу действий фрс это все я буду озвучивать своем канале телеграм и на и на канале youtube поэтому подписывайтесь будьте в курсе я думаю что если вы инвестор либо трейдер вам точно эта информация будет полезной так друзья давайте двигаемся дальше вот та же история по поводу розничных продаж в активно в ноябре они вышли немного хуже ожиданий но все равно выше октябрьских уровней здесь стоит понимать что все равно розничные продажи остаются достаточно неплохо они растут и в годовом выражении если посмотреть мощно мощного 18 процентов 616 по рознице то есть в общем-то это достаточно крутые темпы роста я думаю что ну вот это и есть тот момент и отложенный спрос так как о котором в прошлом году все говорили мы сейчас его вот тоже получили поэтому но это такие вот отклики до последние отголоски на мой взгляд на по поводу отложенного спроса который мы наблюдали практически вот с лета примерно этого года вот поэтому инфляция спроса также присутствует с инфляцией спроса бороться проще то есть понятное дело что вы просто придавливаете кредитный цикл то есть то то бишь нас сворачивайте к юге либо сокращаете денежную массу и конечно же люди перестают так сильно много тратить вот а вот история с предложением конечно это уже история не в ко мне в компетенции центральных банков и правительств то есть у нас есть несколько положительный эффект с точки зрения розничных продаж они есть значит с точки зрения предложения то есть то то бишь производства товаров и услуг деловой цикл чувствовать себя хорошо но стоит с точки зрения монетарной политики это тоже такая палка в колеса фрс можно сказать деловой цикл в декабре 5 нью-йорк ожидали снижение делового цикла но мы получили небольшой рост ну можно даже сказать что стагнация относительно ноября вот снижение небольшое снижение новых заявок и обратите внимание снижение цен как производственных таки отпускных что достаточно неплохо если расценивать будущее действие фрс история с рынком труда немножко хуже чем было в ноябре но и не мне намного 46 пункта и в общем то количество занятого населения в штате нью-йорк чувствуется достаточно уверенно и да то есть мы можем сказать что мы на уровнях там 18 18 годов на что соответствует пику делового цикла а тех лет вот ну и предварительные данные по деловому циклу от поймает время виду индексы поймай поймай композит мы видим что если брать предварительно данные по всей америке то тоже наблюдается стагнация показателя что соответствует штата нью-йорк да ну и остальные экономики великобритания европа и япония в ноябре в декабре снизить в общем то это соответствует общем мировой тенденции до связанная с пандемией там и так далее так далее ну и в общем то деловой цикл охлаждается в мире мы видим что пик делового цикла приходился на мая текущего года то есть вот с мая мы продолжаем находиться в стагнации то есть уже почти полгода но и не почти а уже полгода мы находимся в состоянии охлаждения делового цикла но не рецессии обратите внимание что пока мы выше 50 пунктов никакой рецессии речи быть не может просто экономика замедлилась в росте она продолжает расти продолжает расширяться на более медленными темпами что нормально потому что это охлаждение это это необходимый необходимая фаза цикла которая соответствует циклу общему циклу экономического роста вот но и мы видели прогнозы фрс которые понизили прогноз реального ввп на этот год и немножко повысили на следующий год то есть они ждут что в ближайшее время там в разрезе квартала деловой цикл развернется и пойдет в рост в общем до этого ожидают также сеть ситуация локальная недельная скажем тогда розничная продажа остается крайне высоко в районе тех же 16 процентов относительно прошлого года но и в общем то количество новых заявок на пособие по безработице возросло примерно на 20000 не немножко меньше что на мой взгляд положительно стоит оценивать почему потому что уровне которые мы сейчас наблюдаем это минимум и за 40 лет это последний раз мы были на этих уровнях 69 даже ну почти 50 лет до это уровне начала 70 по по количеству новых заявок и мы видим по рынку труда что дело здесь не в том что рынок труда укрепляется разрыв между новыми вакансиями занятыми населением остается очень большой что говорит о том что рабочая сила есть в профиците да то есть она есть в она есть и на нее есть спрос но люди не могут выходить по потому что рынок труда потерял а мобильность люди за это время там пока не не работали по полтора года некоторые потеряли квалификацию и требования по вакцинации от работодателей то есть вот эти все факторы они влияют на прием на работу поэтому то что сейчас на народ может податься и подался на пособие это позитивный фактор потому что увеличивает доходы населения совокупные доходы что перспективно для совокупных расходов вот поэтому очень важно на мой взгляд чтобы этот показатель даже подрос в район 250 тысяч чем бы но я думаю что это расценивать бы положительно не как слабость рынка труда рынок труда в эль стронг в реверри вэри как говорил нам паул на пресс-конференции это правда он сильный но дефицит говорит о том что если показатель новых заявок на пособия снижаются в условиях искусственного дефицита то это говорит о том что не могут подаваться по каким-то бюрократическим критериями было бы неплохо если бы мы услышали бы на некое смягчение со стороны правительства америке по условиям получения пособий то есть вот я думаю что это было бы хорошим сигналом хорошим сигналом в сторону дальнейшего роста рынка ну давайте я в итоге выскажусь на этот счет в это в итоге к этому блоку я имею ввиду далее денежный рынок кредитования продолжает расширяться достаточно мощными темпами уже 10 месяцев у нас идет рост темпов рост кредитования привет при этом каждый каждую неделю прибавляется в районе 40 50 миллиардов долларов основные направления по росту темпов кредита это потребительский кредит и это кредитование под ценные бумаги выкупают ли за эти деньги компании свои же акции то есть пускают ли они это на бэйбэйки либо же складируют но здесь сказать сложно мы это надо смотреть финансовые отчеты вот но тем не менее у нас есть высокий уровень кредитования что поддерживая доллар обратите внимание красная линия годовая динамика широкого индекса доллара мы видим что у нас есть достаточно положительная корреляция вот поэтому это поддерживая доллар почему потому что уводить денежную деньги с денежной базы то есть деньги меняют ликвидность они с более более ликвидных становятся менее ликвидные потому что через создание денег до через кредитование они превращаются в денежную массу и денежная база то есть они выбывают скажем так и поэтому у нас есть такой ну скажем так типа как локальный дефицит долларов что что и поддерживая доллар мы понимаем что долларов остается очень много в частности в избыточных резервов банков остается очень много долларов порядка четырех с половиной триллионов и порядка двух триллионов остается в обратных сделках рэпу даст с фрс то есть банки отдают избыточную ликвидность около двух триллионов новые исторические рекорды были поставлены на этой неделе поэтому деньги есть и они будут идти дальше в экономику пал это кстати проговорил о том что даже если мы свернемся да то есть если мы свернемся по и все равно мягкие условия будут оставаться потому что те деньги которые были влиты они остаются на балансах рези то есть они остаются в резервах и не будут использоваться ну и мы понимаем что создание денег через банками до поле через частичное резервирование то есть это вот и есть рост к темпов кредитования это вот скажем так заменитель ну при этом это да да даже не просто заменитель а это естественный процесс создания денег в банковской системе частичным резервированием поэтому это лучше чем когда увеличивая денежную массу фрс то есть это более здоровая история но то что это все кредитуется под долог ценных бумаг это несет в себе повышенный риск того что если рынок будет складываться фондовый рынок то конечно же это приведет к очень жесткому жестким условиям на финансовом рынке опять появится кризис ликвидности и нужно будет его гасить а гасит только через киеве поэтому я думаю что вот будут лавировать скажем так коммерческие банки в сговоре с фрс недаром минфин проводит частенько встречи с уолл-стрит поэтому я думаю что это все регулируется дабы не не создать новые дыры финансовой системе америки вот ну я расцениваю все равно как положительный фактор рост кредитования да она не идет в производство вода но частично в малой доле она идет в конца марта то есть кредит в потребительское кредитование в большей доли она идет security кредит но все равно это рост кредитования и это положительный эффект и так следующая картинка это вот как раз таки иллюстрация к тому почему идет поддержка у доллара мы понимаем я уже проговорил да что и затем роста из-за роста кредитования у нас ликвидность меняет полюс то есть она даже не меняет полюс она из более ликвидных становится мере менее ликвидно поэтому депозиты за счет темпового роста кредитования растут относительно кэша и вот синяя линия это соотношение депозитов кэшу и в общем то но это один из банковских мультипликаторов да и мы видим что он подрастает он нанесен в годовой динамике мы конечно еще ниже пиков этого года но тем не менее мы к ним тяготеем и это поддерживает доллар естественно это поддерживает доллар который на самом деле он он тоже здесь нанесен в годовой динамике он немножко оторвался от финансовых условий вот этот вот ну и на мой взгляд это есть премия премия в частности премия по ожиданиям да то есть по ожиданиям что доллар будут укрепляться дальше вот поэтому можно в принципе ожидать некую заминочку такую в в росте доллара то мы просмотрим еще с вами в блоке по доллару в блоке по рынкам и так друзья это последний последний был слайд в блоке по макроэкономике небольшой итог но очень важно я думаю его ему стоит уделить внимание деловой цикл на мой взгляд находится в нормальном положении рецессии пока не пахнет да он не растет но тем не менее мы остаемся выше 50 кредитование у нас растет розничная продажа чувствовать себя уверенно метрики поймай композит за декабрь указывают что все в порядке даже в штатах мы были плоскими в то время как остальное развитый мир снижался по поймай композит поэтому я считаю что пока переживать незачем-то волатильность которая сейчас присутствует на рынке конечно она связана с неопределенностью с точки зрения политики фрс и неопределенностью в области пандемии на мой взгляд фрс как раз таки вот сворачивая к ее она вносит определенность хотя бы на один месяц но какие-то строчки правда о чем можно говорить если мы если мы говорим об инвестициях то какой может быть месяц вот сам факт того что как только фрс определит свою политику на мой взгляд это снимет напряжение в области монетарной политики почему потому что мы прекрасно понимаем что даже если сбудется прогноз фрс на следующий год и ставку повысят там на один процент до той что базисных пунктов то в общем-то это ошибка на реальную ставку не сыграет почему потому что инфляция все равно останется выше двух-трех процентов то есть реальная ставка будет отрицательно по покупательской способности денег все равно они будут терять со временем поэтому это не повлияет на реальную экономику и компании смогут брать также в долг нам на таких же мягких условиях если будет необходимость в расширении производства поэтому ничего страшного в повышении для экономики нет для финансовых рынков вполне себе да почему потому что рефинансирование как какое-либо кредитование так далее будет стоить немножко дороже но опять таки относительно инфляции то есть если брать реальные ставки они тоже будут приближены к нулю либо иметь на какой-то там минимальный плюс там один процент либо полтора либо 0 5 процента примеру годовых в реальном выражении именно для рефинансировать вот мы не знаем как будет действовать вопрос дальше возможно будут вводиться какие-то приоритеты пока по направлением кредитования да то есть я так думаю что это могут ввести по направлению примеру потребительскому кредитованию либо же кредитованию реального сектора то есть коммерческим кредитом и они будут выдаваться по льготным ставкам в общем то тоже это может быть но пока об этом все молчат вот что касается решение по проект да то есть в общем то она пока но и решение политики да она вступает на неизведанную территорию и на мой взгляд она не несет в себе колоссально много рисков которые в принципе невозможно оценить даже самой фрекс почему потому что действуя точечно можно и повышается риск допустить ошибку и эта ошибка в масштабах экономики америки может быть критично она может быть необратимой поэтому конечно будет все взвешиваться я уверен что это все обсуждается с его стрит потому что нельзя ни в коем случае обвалить вот эти вот холдинги которая там goldman и так далее так далее появится огромная брешь и которая просто невозможно будет залатать в тех условиях в которых как которые сейчас на жизнь 0 за 5 без инфляционного давления и дальше вот поэтому будут действовать крайне аккуратно я думаю что ну и я надеюсь что у фрс хватит знания и мудрости для того чтобы проводить эту политику и не навредить рынка вот чтобы еще хотелось бы сказать да в общем то в общем то и все это по блоку с макроэкономика давайте перейдем в блок с оценкой аппетита к риску что думают о риске а инвестора первая картинка обратите внимание это обратная фьючерсная кривая на 10-дневные векселя на следующий год то есть май декабрь то есть май январь извините и мы видим что уже весной ожидается первое повышение ставок ну примерно на 0 на 20 базисных пунктов ну это плюс-минус 15-20 базисных пунктов то есть 0 15 0 20 процентов 0 2 0 15 0 2 процента вот мы видим что после именно заседания фрс началась резкая ставочка по фьючерсной кривой мы видим что недели ранее серая линия да мы были вот как раз таки вот мартовские апрельская майская мы были гораздо выше в то время когда ближайшие декабрь и январь и февраль остаются неизменными то есть это ожидание ужесточения ставки даже уже этой весной в общем то я ранее прогнозировал что кюре будет свернута в первом квартале следующего года до конца марта так она сейчас все и вырисовывается ставочка будет повышаться с мая и июня в общем-то пока что паул заявил что возможно разрыва то есть пауза между завершением сворачиванием кюре и началом повышения ставок этой паузы может не быть то есть это может быть вот все идти плотно поэтому ну хотелось бы увидеть завершение кюре в мая в марте и переход к повышению и переход к юте уже летом то есть июнь июнь май было бы даже неплохо и мы видим что это что это лучшее ожидание рынка да то есть если все-таки в пресс объявитом в январе месяце что мы будем повышаться не не весной там сто процентов либо летом либо осенью это будет позитив уже для рынка потому что закладывается что уже весной будет перед первое повышение с точки зрения медь медь золото синяя линия мы видим что показатель остается на пиках пока ничего кардинального не происходит в общем то аппетит к риску остается уверенный я доходность десятилеток продолжает болтаться на самом деле ну мы понимаем что в цикле соворачивания к мест дальнейшем кюте конечно же у нас будет наблюдаться эффект подавленных инфляционных ожиданиях на долгосрочных горизонтах то есть 20 плюс 10 в начале 20 плюс потом 10 потом 75 и так далее вот поэтому на мой взгляд длинные ставки останутся под давлением вот 20 плюс 10 летки пока что могут еще иметь шанс порасти ну кстати мы видели на этой неделе вот на на завершение что 20 плюс в пятницу просили на 2 процента по доходности а десятилетки были в районе 0 то есть они без изменений то есть это уже уже намечается 1 1 звоночки такие на инверсию кривой доходности но мы знаем что через несколько лет после инверсии мы получаем рецессию премии за риск вот хуже всех конечно великобритания себя чувствует великобритания провалилась на минимум и года ну там конечно проблема с амикроном там проблема политическая с границей северной ирландии но и в общем-то деловой цикл как мы видели в блоке по макроэкономике тоже под давлением остается и в общем-то мало того что все это происходит на сегодняшний день так еще и центральный банк англии резко повысил ставку на 15 базисных пунктов на 0 15 процента причем это было сюрпризом для рынка почему потому что ожидали повышения ставки в прошлом году на прошлом заседании что да и рынок был разочарован тем что центральный банк англии смягчился на этот раз никто не ожидал повышения ставки это произошло можно ли сказать что банк англии сделал условия для сюрприза для пущего эффекта возможно да то есть банки это практикуют и в общем то это да да даже об этом даже писал гринспен потому что именно это вот эти вот сюрпризы для рынка они наиболее эффективны в монетарной политике но с другой стороны можно отметить что а доверие линию не пошатнется банку англии да то есть тут такой двоякий момент на мой взгляд ну и конечно же в моменте повышения ставки на денежном рынке ставки резко улетели вверх то есть там двухлетки просто резко прибавили там до 0 5 процента были там в районе 00123 там условно да то есть она все взорвалось ну что развернула кривую доходности естественно то есть ближние взлетели дальние упали на инфляционных ожиданиях и мы получили годовые минимумы по премиум зарез кто бишь ставки ставки до рынка капитала то есть длинные ставки относительно денежного рынка ближних ставок начали уменьшаться а ближние расти то есть это вот история с инверсией и мы понимаем что как только версия на наступит мы начнем говорить о рецессии далее инфляционное ожидание пятилетние в америке да вот если взять синяя линия остаются под давлением и не мудрено да то есть с такой риторикой от прс из такой риторика центральных банков конечно же это понятное дело что это подавляет долгосрочное инфляционное ожидание они находятся под давлением и снг 500 конечно же ну примерно имея высокую корреляцию с инфляционными ожиданиями тоже находятся под давлением аппетит к риску немножко снизился как ты не крути и здесь это тоже видно да то есть у нас снижение этих вот премии за риск совокупно желтая линия то ли говорит о том что до аппетиты немножко снижаются но в общем то мы все равно остаемся на хороших уровнях да то есть на на уровнях весны то есть в общем то плюс-минус все достаточно неплохо хоть аппетиты и сокращается вот ну и иллюстрация к тому что происходит когда пары сворачивать юге это был четырнадцатый пятнадцатый год крас синяя линия это разница между десятилетками и двухлетками по ставкам да то есть это вот и есть инверсия сама кривая доходности мы видим что она резко снижалась то есть конечно инфляционное ожидание долгосрочное они снижались а на ближних сроках у нас росла ставка прайся что ставки останутся высокими на протяжении ближайших двух лет вот и мы видим резкое снижение что я и сейчас ожидаю да то есть в общем то я ожидаю что дальний край будет загинаться в доходности и при этом обратите внимание курс евро к доллару красная линия что с ним происходило на резкий обвал почему потому что это последняя картинка буду и тоже и сразу почему так происходит потому что мы понимаем что ецб не может не может свернуть и это невозможно в условиях просто колоссальных кредит колоссальных долгов южных стран просто не может быть такого чтобы их все бросили этого у вас возможно в двух случаях а война и по всем то все против всех да как то есть священной римской империи и второе это развал есть вот так тогда все останутся со своими долгами лицом к лицу то есть вот тогда это проблема всплывет пока не будет жить и будет продолжаться и киев будет продолжаться из-за того что южные страны имеют очень высокие долги к ввп греции италия испания португалия все они находятся в нездоровом положении и только за счет юге они остаются на плаву рефинансируя беря и и беря снова в долг вот в пресс конечно же полностью свернется и свернется быстро что естественно поддержит доллар о чем мы сейчас еще поговорим и еще один момент на мой взгляд важный по поводу и dcb прошло заседание да они сворачивают кит юге но сворачивают именно программу которая была направлена на устранение проблем связанные с коронавирусом вот эту программу они сворачивались вернуть ее до марта месяца также сама как и фрс но те основные программы тел тратри и дальше с уже действует она останется и она останется и будет действовать пока живет пока же живет с поэтому я ожидаю сильнейшее давление сильнейшее давление на на евро и в принципе я думаю что доллар продолжить свой рост и как бы рост достаточно уверенный вот ну что ж друзья теперь приступим к блогу на по рынкам первая картинка это вот как раз таки десятилетки на самом деле доходность десятилеток остается в баковике мы видим что мы выше уровней конца лета на начала осени то есть мы тестим эти уровни и в общем то здесь вполне возможно продолжение роста до доходности хотя мы видим даже что с такой с монетарной политикой которая сейчас происходит не только фрс а вообще по всем центральным банкам конечно инфляционные ожидания будут подавлены и поэтому вряд ли что-то внятное теперь светит нашему нашим длинным ставочка нашим длинным дрожжеве вот ну посмотрим как будет пока что никакого напряжения нет особенно да далее индекс снг 500 попытка пробить исторический максимум пока не увенчалась успехом но в общем-то мы на самом деле остаемся в достаточно неплохом положении я имею ввиду графически мы вот в таком уверенном уверенном до об тренде остаемся дамы выше мы внутри канала мы выше предыдущего хая который уже отестили мы выше годовой средней рынок остыл да вот мы мы видим что макдак находится под нолем и в общем то если мы перепишем хай в районе 4 750 мы двинем запросто пятерочки запросто и в общем то если посмотреть на сезонность то именно примерно с во второй половине декабря начинается сезонный рост то есть первую половину 100 рынок под давлением это примерно с 15-20 начинается рост вот поэтому в общем-то с поняли следующая неделя будет будет показательная будет ли новогодний рак в общем-то если мы будет у нас следующие недели потому что у нас уже рождество 25 до это у нас следующая суббота то есть скорее всего пятница уже будет короткий день то есть в общем то я думаю что вот у нас там есть четыре дня для для того чтобы рынок смог развить даже если он не разовьет новогодние ралли то я считаю что в целом мы пока в аптренде и все в порядке переживать незачем да если мы на начнем пробивать уже теперь 4 500 то в общем то здесь уже будет мне не сдобровать почему потому что здесь уже есть но какой-то выразительный лайок пусть он не не подтвержден но он есть и у нас есть здесь нижняя граница восходящего канала словом которого приведет к рынок и бифуркации да то есть если скорее всего рынок рынок тогда уже будет действительно переходить в какой-то боковик и после чего уже будем анализировать куда он будет выходить из него вот поэтому на мой взгляд пока что переживать среднесрочных позициях не стоит аппетит к риску более-менее остается устойчивый да он снизился но он устойчив по по котировкам нельзя сказать что так прям все плохо в доллар по доллару у нас картина масла моя модель она продолжает оставаться на максимумах года пока что она не растет дальше позиции спекулянтов немножко подросли на прошлой неделе но все равно остается ниже хаев ну и в общем то мы входим в некую про торговку до которая вот была в десятом году на росте которая была в четырнадцатом пятнадцатом более размашистая на хаях рынка да то есть мы примерно вот в этом положении находимся и я думаю что нас ждет на самом деле продолжение роста среднесрочная локально в общем так коррекция может произойти но сейчас мы увидим по технике ну не шибко то она и вырисовываются то есть я я я думал что мы двинем на на фрс в район 94 этого не произошло и в общем то очень сильно похоже что мы стали в боковую в боковую на торговку да то есть очень сильно похоже что мы не увидим глубокой коррекции и она останется только лишь боковой почему потому что действительно условия для доллара складываются ну крайне положительные для роста и следующая остановка 101 то здесь в принципе можно уже ожидать вероятность того что рынок все все-таки скорректируется хотя бы 94 все ниже и ниже почему потому что сильно уж очевиден рост да то есть если если это когда коррекция на месяц это она а будет глубже однозначно и б для нее нужны какие-то очень важные поводы и эти поводы конечно всего лежат в области монетарной политики до января месяца ничего уже не изменится то есть до следующего заседания фрс мы с вами не получим дополнительную информацию поэтому а я думаю что рынок останется в боковике с дальнейшим выходом вверх оценить время пока я не могу почему потому что боковик дело неблагодарное да то есть у него есть там штук 5-6 моделей если кто изучает или а то да и пока определить по первым двум волнам что это треугольник либо же коррекция боковая просто плоскость либо же расширение некоторые пока это определить сложно вот поэтому просто будем наблюдать за этим делом другого не остается с точки зрения распределений чисто спекулятивной позиции на валютных фьючерсах на семье любопытная история с резким обвалом чисто спекулятивной позиции по новозеландцу и мы видим что уже раз два три 4 5 до 5 валют из 7 уже на находится в медвежьей зоне то есть все меньше все больше людей ставят на рост на рост доллара на дальнейший рост доллара пока что в положительной зоне остается канадец ну в евро я бы сказал бы что в нейтральной зоне потому что уж сильно близко к нулевой отметке вот новозеландец видимо пока что канадец пока что наверное держится за счет каких-то ожиданий по нефти может быть и да но тоже он на самом деле достаточно слаб очень уж поджат к нулю то есть и агрессивное настроение на снижение доллара которые были еще летом они все улетучились но из такого еще интересного по фунту продолжают нарастать не негативные на настроение у нас ну и в общем то больше ничего интересного нет эту картинку как и мою авторскую модель по индексу доллара я публику по воскресеньям своем канале telegram кому интересно переходите смотрите мониторте ситуация с золотом по золоту был неплохой ежемесячник у меня в описании вы найдете к ним в описании вы выбрали вы найдете ссылку на мой ежемесячник кстати по доллару есть и есть ежемесячник тоже в описании вы можете найти свеженькую ссылочку в общем то что хотелось бы сказать по золоту а кстати еще есть у нас конференция которая была с александром кубышкиным эриком нейманом вы найдете у себя вы вы найдете ссылку и или это видео до в плейлисте который называется разговоры с коллегами там это есть мы там вы высказали общее мнение по поводу рынка золота и в общем то мы высказали что золото скорее всего на первую половину года будет под давлением но обратите внимание на сегодняшний день оживились оживились потоки фонды и достаточно неплохо это наблюдается там несколько недель вот на самом деле очень интересный момент то есть есть некое оживление и в общем то она конечно же связано с ростом рисков да то есть мы видим что аппетит к риску снижается хоть он и остается и поэтому некоторая доля перепадает золоту чистая спекулятивная позиция снова нырнула под ноль то есть под годовую среднюю и в общем то пока что сказать что есть какая-то активность у спекулянтов нет ну вы обратите внимание что мы остаемся на максимумах год на максимумах нескольких лет то есть после после того как рынок у нас вышел сделал первую волну роста в девятнадцатом еще году да то есть это была осень 19 мы так и ошибка и не снизились по по чистой спекулятивной позиции мы все время находимся на максимумах то есть спекулянты все равно остаются в лонгах не закрывают свои позиции да в принципе рост вот к этим уровнем достаточно еще интересен и в принципе я думаю что он должен быть продолжен да вот здесь кстати в 16 там были даже чуть пониже вот поэтому на мой взгляд открывается окно окно для быков по золоту которая будет открыта я больше чем уверен еще месяц то есть вот до заседания фрс она в принципе может быть еще открыто и в общем то мы видим что обратные фьючерсная фьючерсная кривая в обратном положении продолжает нарастать этот это достаточно неплохой сигнал к тому что рынок имеет перспективу роста то есть вот это вот дивергенция которая накопилась да она была вот у нас к примеру в августе на то есть у нас был возврат потом как котировок золота она у нас была обратная в уже осенью в ноябре месяце до после первого волна роста стухли мы вот я думаю что сейчас это в пользу роста и бритья внимание сезонность чистейший бык до сезонность просто отлично поэтому я считаю что пришло время побыковать на рынке золота и в общем то я это и делаю на сегодняшний день с точки зрения техники я думаю что вот уровень опять-таки 920 он достаточно неплохой но вполне возможно что мы что мы можем поткнуться куда-нибудь вот в район 850 вот тоже да есть . и здесь c да е но как бы вот но и не нравится мне вот такая история она некрасивая такой треугольник до треугольник все-таки больше бы напросился бы вот такой треугольник тогда да а вот это как-то не очень красиво получается ну нужно нужно брать во внимание что . на 850 это третья вершина да вот даже четвертая поэтому нужно здесь быть аккуратными если мы ее продавим да здесь у нас есть вот тут хаек предыдущий то мы датки ткнёмся в 1920 то есть вот этот уровень вот примерно такие цели можно себе предположить далее рынок меди у меди есть такой некий цикл синяя линия это производственный поймали с этой сэм это такое агентство очень авторитетная и они изучают деловой цикл уже с конца сороковых годов то есть у них колоссальная история и они более авторитетные чем маркетс и так далее вот мы находимся в дивергенции да вот сейчас у нас падение котировок но снижение так как котировок которая сопровождается распродажей которая продолжается фьючерсных контрактов со стороны спекулянтов и но мы ожиданным но мы видим что производственный поймать от аэсэм остается достаточно высоко в общем то такое наблюдалось в пятнадцатом году и тогда это все дело за закончилось тем что деловой цикл снизился да но обратите внимание что вот примеру в десятом одиннадцатом у нас была такая вот про проминка да то есть с несколькими переходами и тогда котировки меди еще оставались на своих максимумах вот поэтому я считаю что все многое будет зависит от делового цикла если все же удастся его развернуть во что я честно говоря верю то в общем то это поддержит рынок комодов в том числе иметь с точки зрения фронтальных спредов мы видим что все ситуация здесь без аномалий все здесь в порядке и с точки зрения сезонности текущая сезонность невыразительно в общем то если взять большую сезонность то декабрь рост январь по боковичок и потом дальнейший рост к моему месяцу вот в принципе вот эта история с него с невыразительным лонгом до которая сейчас она может ну еще какое-то время показывать давление на рынок но вероятнее всего что в январе мы уже увидим начало роста дальнейшего роста что хотелось бы вот давайте перед техникой запаса да на лондонской бирже металлов и на чикаго в общем-то уровень запаса в лондоне крайне низкий то здесь мы остаемся примерно там на там 5 летних минимумах если не больше по запасам на биржах конечно это связано с кривой с фьючерсной кривой которая находится в баквардации и выгодно продавать по текущим ценам потому что все следующем году будет ниже поэтому естественно что идет распродажа то есть я бы это не сказал бы что я бы не сказал бы что это бычий фактор на сегодняшний день распродажа этих запасов но это может в будущем вылиться дефицитом и паникой на дефиците то есть вот эта история которая здесь сейчас наблюдается в случае нового витка фазы роста делового цикла приведет к тому что люди кинуться такой блин у нас нет запасов то есть у нас мало меди и и начнется ажиотаж то есть вот в таких случаях тогда в таком случае мы можем получить реальный какой-то сквиз сквиз вверх и это будет сквиз не на финансовом рынке то есть не против позиций а именно против спотового рынка да то есть появится колоссальный спрос на 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 живую медь да то есть на товар вот ну и с точки зрения тех и техники мы вот прокололи да но невнятный был пробой его нет это ложный пробой ткнулись в годовую среднюю при этом даже да и и протестировали ну и в общем-то неопределенность не снята то есть мы остаемся в боковике либо надо таране 45 либо двигаться к 39 то есть напрашивается движение честно вам скажу к 39 то есть у меня вот такой взгляд что все-таки завершить вот а bc такой широкий до боковичок достаточно очень прям широкий а бойцы ну туда дам wx и дата скорее всего они обыц и вот а вот здесь вы было бы неплохо и здесь в принципе можно можно увязать покупки до января месяца должно это произойти потому что дальше у нас там начинается реально бы часть сезонность по деловому циклу и он начнет расширяться нефть по нефти тоже есть ежемесячник в описании вы найдете ссылку на следующую неделю мой скойнг в нейтральной зоне на текущей неделе но там плюс минус сбылась или нет то есть там мы практически были в боковике всю неделю поэтому даже можно сказать что сбылся можно что не сбылся не имеет значения все следующие недели такая же такая же вялая по нефти дальше запасы в мире у нас достаточно неплохо себя чувствует рост запасов у нас есть в штатах и небольшой рост наблюдается в японии но в японии примерно мы находимся на годовых минимумах то есть в общем то все окей в сингапуре годовые минимумы фуджайра вблизи годовых минимумов пока что роста только в штатах но опять таки он связан с низким сезоном в америке фьючерсная кривая мы видим что у нас есть снижение с фронтального спреда баквардация сокращается немного плюс-минус в норе находится базис то есть по базису небольшое нарушение есть ценообразование но в общем-то рынок остывает и это окей это окей для дальнейших решений эту как картинку я публикую все в четверг телеграме а эту в среду фронтальная спреда мы видим что продание спред по бренду перси уже в нулевую отметку полное остыванием мы увидели и спред по полайту по w тянь остается выше 0 но вот вблизи да то есть весь этот пузырь который был на ноябрь месяц он уже стул что очень хорошо по поводу спредовых позиций мы видим что идет распродажа спредовых позиций распродажей по бренду на оси и распродажа по wd на на семье то есть в общем-то рынок остывает и это достаточно неплохо с точки зрения сезонности мы имеем бычий сезон до января месяца в общем-то в каком-то может еще в волну роста мы сделаем сейчас посмотрим но в принципе да есть шансы если сип она начнет расти то есть вот конечно же это условие обязательно вот что интересно снижается открытый интерес открытый интерес совокупно бренд wd айс и своем я соответственно и мы видим что мы уже на уровнях с которых ну вот мы уже на на них это просто лифи линия кривая получилась к с которых восемнадцатом где то есть в девятнадцатом и начинали уже отрастать в общем-то это уровне примерно шестнадцатого года то есть вот на мой взгляд это можно расценивать двояко первое есть дивергенция и мы не дорисовали еще движение вниз второе есть низкий уровень гриного интереса что при прочих равных может привести к резкому спрессу и всплеску и поддержки как котировок в случае изменения фона пока что фон медвежий и фон медвежий по той по одной по простой причине что энергетические агентства прогнозируют огромный огонь огромный профицит следующем году кстати кстати в четверг будет видео по нефти вот там уже я затронуете тему полностью вот и ну понятно дело что действие импортеров тоже оказывают давление в общем-то фон откровенно медвежий котировки не падают то есть это настораживает и наводит на мысль что мы входим в зону бифуркации мы остаемся в зоне бифуркации по нефти она еще будет продолжаться какое-то время и какое-то это там квартала может полгода вот с точки зрения чисто испугательной позиции на нефтяных фьючерсах это мазут нефти бензин на семье на прошлой неделе небольшой рост мы наблюдали но все равно позиция скорректировалась идет распродажа и в общем-то я публиковала сегодня вот в субботу для спонсоров сегодня выходит это видео кстати спонсорский канал ранний доступ к видео 5 долларов всего стоит ссылка на платежный бот в описании закрепленном комментарии подписывайтесь там это все вы получаете с ранним доступом сегодня я публиковал у себя в телеге картинку с чистой спекулятивной позиции она продолжает снижаться и это мне наводит на мысль что в со совокупно со снижением открытого интереса мы формируем но будущее дно рынка то есть она продолжит рост но вот это дно она еще не созрела то есть я думаю что мы останемся в бифуркации то есть в боковике причем достаточно большое количество времени то есть там первый квартал сам следу следующего года это сильно похоже на цикл коррекции весной 2017 тогда там 5 или 6 месяцев рынок простоял в тройном зигзаге после чего пошел пошел рост ну и с точки зрения его техники да в принципе учитывая сезонность мы можем подрасти да то есть ну там в район какой-нибудь там я не знаю в район там 80 там два три и так далее случае если будет рост поэтому по 8500 есть момент сливей то есть ливия там захватили снова власть захват захватили госучреждения хотят сорвать выборы и так далее так далее то есть ливия подали вия снова выходит на передний план если там продолжатся эти беспорядки там запросто могут блокировать нефтепровода экспортные терминалы прииски нефтяные так далее так далее то есть есть повод для того чтобы не взорвалась но вот после этого я жду дальнейшее снижение да и мы возможно сдуемся там под этом в район 60 ниже по нефти то есть я думаю что боковик будет продолжаться и достаточно волатильный виду того что ожидается медвежий рынок противоречивого фона и так далее так далее то есть я думаю что какое-то время рынок останется под давлением рынок газа на сегодняшний день дефицитен по данным минэнерго это еженедельная данная минэнерго остается дефицитен почему потому что зимний сезон конечно это все ожидаемо это не влияет на цены абсолютно далее ну понятно что идет снижение запасов и в общем то она продолжается она будет продолжаться как минимум до начала года вот обычно в начале января да вот там первой декаде мы ставим лаи и начинается сезон сокращения снижения темпов запасов до с переходом в накапливки базис у нас остается просто в отличном положении то есть дефицита на рынке никакого и близко нет сезонность у нас нисходящая да вот до до начала января то есть это именно сезонность на финансовом рынке да то есть не сезонность физического рынка снижение запасов а именно цены снижаются и цены снижаются до начала января примерно на сегодняшний день рынок входит вот на этой неделе на грядущий рынок входит до конца месяца в боковичок то есть в общем-то охлаждение рынка может продолжиться еще неким ростом но это не обязательно согласно фронтального спреда все в общем то достаточно неплохо единственное что вот четверг-пятница небольшое расхождение спред подрастает фронтальный фьючер сиреневая линия снижается то есть на мой взгляд возможно боковое движение еще не завершено распродажа цен продолжается мы видим отклонение среднего значения вот синяя линия мы достаточно неплохо охладились как котировки неплохо снизились пока что не распродаются спекулянта то есть у нас есть история то есть они по не замерли в ожидании неплохо было бы доскакать вот до этих уровней хотя бы да либо вот до этих чтобы рынок наконец-то развернулся вверх согласно технической картине вообще если мы продавливаем 35 в эту зону красную дата у нас ждет 2 и 5 и ниже то есть вот дальше зона в 2 и 5 2 и 3 2 и 2 и 2 даже там где-то там вот ну пока что я думаю что в целом рынок может еще простоять некоторое время в боковике почему потому что напрягает сильнейшая перепроданность да то есть она остается рекордная за последнее десятилетие и на самом деле вот ниже этих уровней были трижды за 30-летнюю историю поэтому на мой взгляд это достаточно весомый аргумент чтобы котировки продолжили оставаться в боковике остывая да то есть еще там ну какой-то там ростом и так далее потом уже аж будет идти новый виток снижением в канале вот поэтому как бы спешить с шортами я бы не спешил ну единственное что если пробой то есть и дальнейшее снижение тут конечно можно заходить почему бы и нет пшеничка пшеничка мне не шибко нравится на сегодняшний день хотя я опять засел в лонг но я скорее всего буду выскакивать сезонность у нас вот до начала января более-менее более-менее какая-то обыча есть дальше у нас тут плоскость по двум средним и по и по самой короткой средней у нас до дальнейший рост я его играть не хочу то есть где-то здесь будут буду выходить с точки зрения вот если взять сезонная за 37 лет то ну вот как раз таки дам вот до середины января какой-то рост прогнозируется мы можно ожидать но потом сезон просто снижение до конца апреля с коррекцией до начала июня поэтому в общем то я хочу выскочить пораньше с лангов и уже прицеливаться к шортам пока что на самом деле у нас остается бычья история с точки зрения темпов роста цен на продовольствие роста цен на удобрения у нас остается история с прогнозом от минсельхоза о том что рынок будет дефицитен в следующем году поэтому в общем то я думаю еще какое-то время посидеть вот чистая спекулятивная позиция понемножку сокращается вот дальнейший рост чистой спекулятивной позиции хаям было бы не неплохо прям к этим хаям вот там можно искать на продаже с точки зрения техники мы пробили вот уровень принципиально обратите внимание что в него вот бились тут прям много раз трижды добились даже здесь еще можно пить четыре раза в него бились сейчас продавили на возвращаемся да то есть проход выше вот уровня 790 достаточно неплохой уровень здесь заход обратно в канал слов нисходящего канала ну и можно где-то здесь уже искать момент на выход и то есть я думаю что я высоко сидеть не буду и при малейшем плюсе на начну крыться лучше я подожду уже момент входа в шот друзья это и все на сегодня давайте теперь подытожим этот выпуск ну что друзья как я уже отметил деловой цикл в штатах находится в неплохом положении и имеет неплохие перспективы в общем-то пресс прогнозирует на следующий год более высокие темпы роста реального ввп то есть они ожидают что деловой цикл будут разворачиваться в ближайшее время то есть я думаю что в течение квартала мы уже это увидим тем более сезонно деловой цикл на начинает расти с весны поэтому в общем-то этого стоит ожидать и вот это неплохой сигнал кстати к дальнейшему росту фондового рынка и спросу на товар в общем-то фрс само по себе когда войдет в цикл даже повышение ставок у нее есть несколько моментов то есть рынок уже просит что ставки будут повышаться с апреля-мая и если фрс даст понять что раннее лето не будет повышение ставок то это уже будет расцениваться как позитив даже если будет повышение ставок все равно реальная экономика вряд ли пострадает почему потому что реальная ставка будет находиться на низких уровнях то есть на отрицательной территории то есть покупательская способность доллара в разрезе года будет все равно снижаться поэтому выгодно брать кредит и расширять экономику и расширять производство вот по поводу аппетита к риску он конечно остается под давлением но все равно на высоких уровнях то есть мы это видим и по премии по медь золота и в целом вот по инфляционным ожиданиям они хоть и под давлением на достаточно высоко в общем то я думаю что в целом пока что переживать не о чем все хорошо то есть у нас есть рост рост я имею ввиду условия для роста фондовых рынков а да кстати при сворачивании кюри деньги еще какое-то время буду то есть тут нельзя думать их достаточно много то что он порядка там трех четырех триллионов еще имеется в запасах финансовой системе то бишь у коммерческих банков поэтому я думаю что вот в частности переживать тоже вот я бы не стал бы на этот счет поэтому думаю что это позитивный сигнал для перспектив каких фондовых рынков такие экономики вот с точки зрения то что делает в прессе и невозможности сворачивания к веи cb я жду сильнейшее давление на евро и дальнейший рост доллар локально я ожидал коррекцию 94 но этого не произошло и вряд ли это произойдет почему потому что на мой взгляд уж больно очевиден бы через сигнал да и любая коррекция буду восприниматься как халява к покупке в общем то это может произойти только если кардинально изменятся какие-то условия да то есть там фрс досадью либо и ецб резко но начнется сокращать и ехать это невозможно причем некие по пандемии на это именно тел тро основной и вот поэтому в общем то я думаю что долларов про продолжить свой рост ставочки длинные ставки скорее всего останутся под давлением и мы начнем видеть из и искривление кривой доходности на основании этого я делаю свои сделки на сегодняшний день у меня остается лонг по нефти шорт я из всего продолжаю держать в общем то я думаю что я где-то буду добавляться потому что я жду что снижение цен на нефть еще продолжится то есть это было только первая волна вот далее я думаю что у меня открыто открыт шорт по меди и его таки не успел закрыть думал что down тренд будет развиваться дальше на после пробоя поддержки вот локальный да ну там не копеечные за него вообще не думаю у меня есть лога по газу есть юнг это лонг и у меня открытый путь и уже то есть я взялся нам на продолжение нисходящего тренда в общем то если бы не перепроданность то я бы смелее становился бы в шорт а так очень масштабная перепадность меня пугает но бывали и пониже поэтому в общем то это не отменяет перед перспективы снижения у юнг буду крыть если мы продавим вот 35 от тестим его и там уже я закроюсь по стопу метры небольшая позиция и в частности доход от путов перекроет ее точно вот у меня лонг по доллару но я пока что перекрыт коллами по евро у меня лонг по золоту путы плюс и я ю у меня есть портфельчик это и факт это лонг фондового рынка у меня и стилки в портфеле то есть я уже ставлю на то что длинные ставки будут снижаться от тебя понятное дело отказался несколько ставок у меня на кросс-курсах новозеландец японец австралиец японец не дострелится нету но возьмем без японии швейцарец австралий швейцарец функции японец это ставки на разворот аппетита к риску ну вот фунт фунтовые пары пожалуй я закрою хотя в общем-то ужесточение денежной политики наверное можно еще подождать если останется в боковике доллар то в общем-то фунт имеет шансы порасти относительно других валют ввиду монетарной политики у меня есть лонг по пшенице но я хочу его прикрыть то есть в общем-то к чему бы я сейчас присматривался в частности я нет не собираюсь торопиться на сегодняшний день потому что приближается новогодние праздники ликвидность будет невысокая на рынке ну можно потолкаться то есть я думаю что я хотел бы закрыть пшеницу потому что как-то я переживаю уже за нее лучше в январе ее продать вот я наверное мог бы купить бы снова колы по меди об этом я подумаю еще по доллару я буду наблюдать по по себе возможно взять колов себе немножко в дополнение к портфелю ну там посмотрим может и не стоит торопиться вот в общем то на самом деле на эту неделю я так вот по ковырялся в голове да на самом деле идеи как бы нету то есть вот есть идея и балансировки позиции да вот а вот именно свежих идей что взять но я я и так все это день держу щас да то есть у меня нету нету мысли о том чтобы это все менять вот друзья это и все спасибо всем за внимание я надеюсь что моя деятельность для вас полезно подписывайтесь на мои каналы есть напомню телеграм ссылка в описании есть спонсорский канал там где вы получаете ранний доступ плюс какой-то дополнительный контентом имеется тоже 5 долларов всего под подписка ссылка на платежного бота в сообщении в прикрепленном в закрепленном комментарии в описании вот конечно подписывайтесь на канал youtube если он вам полезен ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск кстати следующие выпуски ежемесячник по нефти выйдет для спонсоров в четверг и для широкой аудитории в следующую субботу вот всем спасибо за внимание до встречи на рынках пока пока